Дорогие друзья, и вы вновь на канале Хочу всё знать. Приветствую всех зашедших. Сегодняшнее видео будет о 12 мистических мест Европы. Желаю всем приятного просмотра. Первое место. Оспидали Чита Нуова. Триеста, Италия. Так случилось, что в этом портовом городе в прошлом веке стало рождаться аномально много талантливых и наделённых невероятными способностями людей. Но в повседневной жизни они были, как правило, абсолютно беспомощны и попадали с точки зрения обычного человека в категорию сумасшедших. Шли годы, а количество пациентов лишь увеличивалось. Тогда некий профессор Рампини, сам, судя по всему, отличавшийся не совсем здоровой логикой, предложил сенсационный метод лечения открыть гигантский развлекательный центр, где работать будут исключительно его пациенты. И идея была реализована. Сегодня в магазинах, бутиках, кафе, клубах продолжают трудиться гении, которых профессор таким образом хотел адаптировать к обычной жизни. Диджеи, бармены, официанты, ты словно попадаешь в общество истинных марсиан, которые читают твои мысли, говорят на своём непонятном наречии, исполняют инопланетную музыку и готовят колдовские коктейли. И никто не удивляется, что они, может быть, проходят сквозь стены, двигают предметы и видят в темноте. Второе место – пещера Пентели. Это странное место рядом с Афинами. Чудеса начинаются возле горы Пентеликон. Когда-то здесь добывали мрамор, из которого построили Парфенон. Грики уверяют, за всю историю ни одна птица не нагадила на священный камень. Вход в одноимённую пещеру, ищите на юго-восточном склоне горы. Здесь столько туннелей, что можно залудиться. Люди, которые бывали здесь не раз, утверждают – подземные проходы дивным образом меняют своё направление. Их длина до сих пор загадка. Карту туннелей составить нереально. Недаром говорят, что в катакомбах Пентели прятался пират Христос Давелис. Так пещера получила ещё одно название – Давели. Третье место – Карнак, Бреттен, Франция. Слово «карнак» придумали бретонцы. Кельтское племя означает «дорога камней». Сооружение, о котором идёт речь, существовало уже тогда, только названия у него не было. Это кажущийся бесконечным лабиринт ритуальных сооружений из камней, создающих причудливые узоры. По оценкам их там около четырёх тысяч, разделённых на три группы. Хотя считается, что когда-то все они были единым целым. Сооружение, по оценкам учёных, имеет возраст около пяти тысяч лет. А вот, что тут делают изображения христианского креста и полумесяца, которых тогда просто не существовало, науке неизвестно. Четвёртое место – Прага, Чехия. Мистическая столица Европы, особенно старый город. Предлагает самый широкий выбор встреч со сверхъестественным. Начнём со знаменитого Голема из еврейского квартала, первого в череде франкенштейнов. В марте 1580 года верховный раби Лев Бен Бецалель создал глиняную фигуру ростом примерно в полтора метра, а затем вдохнул в неё жизнь с помощью каббалистических заклинаний. Потом всё пошло не по плану, и Голем вырвался из-под власти создателя. Усмирённый он в виде чучела хранился на чердаке, но исчез во время войны. Поговаривать совершает иногда променад по ночной Праге. А в доме Фауста жил и творил один из самых известных алхимиков Средневековья – Эдуард Келли. Посещение этого здания гарантирует успехи в финансовых делах. Пятое место. Пещера Альтамира. Сантильяна-дель-Мар, Испания. Несчесть алмазов в каменных пещерах. Но в этой, одной из самых знаменитых каверн Европы, вместо алмазов вы увидите наскальные рисунки, многочисленные разноцветные изображения бизонов, лошадей, оленей, кабанов и чуть-чуть людей. Кроме того, художники использовали рельеф стен, чтобы сделать зверей живыми почти как в компьютерной графике. А при подсвечивании создавался эффект движения, причем сразу в трех измерениях. Кто-то считает это творением космических странников, а кто-то требует не обижать наших предков, ибо им тоже было отлично знакомо чувство прекрасного. И художествами, навыками они обладали отменными. Созданы шедевры. Эффект от созерцания рисунков настолько потрясающий, что реальность отступает и хочется летать. Наверное, в каждом из нас одновременно живут и первобытный человек, и инопланетянин. Шестое место. Тупик Мерри Кинг. Эдинбург, Шотландия. Это место в районе старого города навевает ужас и благовение одновременно. В 17 веке, во время очередной европейской чумы, властями Шотландии было принято радикальное решение. Сюда свозили со всего города и окрестных деревень тех, кто заболел страшной и фактически неизлечимой в те годы болезнью. Предприимчивые эдинбуржцы устроили в тупике по штабной экспозиции из жизни чумных больных того времени. Они поражают своей реалистичностью и кажется, что слышишь стоны страданий и крики о помощи. Седьмое место. Дельфы, Греция. Город Дельфы на склонах горы Парнас звучит, как цитата из Гомера. Когда-то сюда съезжали со всей Греции. И не просто так, а посоветоваться с мегаоракулом античного мира. А началось все с того, что Аполлон убил мудрого, но злого змея Пифона и заменил его в собственной жрицей Пифии. Она с легкостью входила в транс, бессвязно, хотя и красиво бормотала. А специально обученные жрецы интерпретировали послания богов. Казалось, так будет всегда. Без мнения оракула не начинались войны, не заключался мир, не предпринимались путешествия и не регистрировались браки. Но в 398 году нашей эры пришел христианский император Аркадий, да не один, а с войском, и аннулировал святилище. По счастью, сами Дельфы были не разрушены. А лишь заброшены. Сегодня отреставрированный город выглядит впечатляюще, дает ясное представление о своем величии в античные времена. Восьмое место. Хвицеркур, Хуна, Исландия. Хвицеркур в переводе с исландского означает «белая рубашка». Так называют этого камена кристаллического монстра на берегу пустынного залива из-за сотен морских снежных чаек, сидящих на нем в утренние часы. Зато в закатных лучах солнца он, кажется, приходит в движение, оживает, еще больше поражает своей жутковатой красотой. Посмотришь, с одной стороны, неведомый зверь, оборотень, склонившийся, чтобы утолить жажду морской водой, а если посмотреть в другую, гигантское игольное ушко с рваными краями. Это место всегда привлекало местных жителей. Исландцы верили, что сквозь него время и пространство утекают непосредственно в Алгалу, резиденцию богов и рай древних викингов. Поэтому Хвицеркур-то исполняет желание, особенно если загадать их во время северного сияния, которое случается здесь пять раз чаще, чем в других полярных краях. Девятое место. Грювер, Швейцария. Как ни странно, именно эту живописную страну называют родиной ведьм. Конечно, все относительно, но служительниц сатаны на единицу населения здесь всегда было больше, чем в целом по Европе. Гора Грювер и одноименный городок с черной башней и монастырем Черной Бадонны остались такими же, как и почти полтысячи лет назад. Как и тогда, в полнолуние можно совершить ритуальное омовение в Альпийском озере, тоже Грювер, при свете факелов и услышать строки древних заглинаний из уст монахинь. Считается, что омовение раскрывает подсознание и наделяет невероятными сверхспособностями, продлевает жизнь и открывает секреты, кто истинный друг и враг. Некоторые после этого ритуала начинают левитировать и говорить на языках, которых прежде не знали. Особенно благословно Черная Мадонна к представительцам прекрасного пола. Она дарует им безграничную власть над мужчинами. Десятое место. Храм святой Феодоры, Греция. В центре Пелопонеса, рядом с деревней Васта, есть удивительная церковь. На крыше храма растут деревья. Самые обыкновенные, довольно большие и высокие. Согласно легенде, много веков назад юная Феодора решила посвятить себя Богу и ушла в монастырь. Но женских обителей тогда не было, и девушка, переодевшись в юношу, отправилась в мужскую. Завистники, знавшие о подвиге Феодоры, заманили девушку в лес и убили ее. Умирая, Феодора молила Господа, чтобы ее тело стало храмом. Кровь превратила в святую воду, а волосы в деревья. Так и случилось. На крыше храма растут 17 деревьев, причем словно ниоткуда. Корней вы не найдете ни на кровле, ни под ней. Источник тоже сохранился. Ученые пока не могут объяснить сей феномен. Одиннадцатое место. Скала Кашель, Теперерри, Ирландия. Про этот массивный кусок гранита ирландцы говорят так. Дьявол откусил кусок от земли и выплюнул его. Так и образовалась Кашель. Дословно с гельского название переводится как каменный пирог. Ничего более устрашающего и вызывающего мистический ужас на изубродном острове не найти. Стоящая посреди зеленых лугов скала, форма, напоминающая уродливый пончик диаметром в несколько километров, и черный замок на ней, которому около тысячи лет, и который, несмотря на обилие кельских крестов, не спасает от невидимого присутствия врага рода человеческого. Ну и как же без привидений? Говорят, тут обитает зеленая леди, волшебной красоты дама в длинном элегантном платье. Считается, что это Элизабет Коннор, дочь одного из владельцев. Якобы зеленая леди настолько печальна, что при встрече с ней человека тоже охватывает глубочайшая печаль, которая может перерасти в меланхолию с фатальным исходом. И последнее, двенадцатое место. Асклепион. Города Эпидавра, Греция. Асклепион – это святилище в честь бога медицины Асклепия. От храма остались впечатляющие руины. К примеру, мраморные плиты 320 года до нашей эры. Но люди приезжают сюда не только ради тысячелетних развалин. Асклепион называют целебным местом. Некогда в его стенах могли одновременно лечиться 160 пациентов. Мы не будем описывать процедуры, ритуалы. Суть в том, что их назначали на основании снов пациентов. Будете в тех краях, обязательно загляните в древний театр Эпидавра. Ходят слухи, что над ним пролетают НЛО. Дорогие друзья, и вы были на канале «Хочу все знать». На этом все. Благодарю всех за просмотр. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться или оставлять комментарии. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова